Привет, меня зовут Дима и специально для передачи DevShow я отправился в Москву, чтобы снять видео-экскурсию с большой IT-компанией, а также там будет два интервью. Компания называется Cloud Payments. Моей целью было показать вам, как люди работают в этой компании, как работают в том числе программисты, какие для них есть условия, какие удобства. Этот ролик, я надеюсь, вам будет полезен, потому что я постарался расспросить все то, что вы сами просили меня в вопросе в нашей группе ВКонтакте. Я постарался узнать, берут ли джуниоров, есть ли стажировки, и, собственно, я все это узнал. Я даже взял контакты у HR, вы их сами увидите, вы сможете написать, связаться, потому что прямо сейчас там ищутся двух джуниоров. Если вы один из них, то смотрите до конца. Всем остальным тоже будет круто и полезно, поэтому усаживайтесь поудобнее. Там вас ждет огромная часть подробного описания технического стека. Для программиста это бесценный кладезь полезной инфы. Я думаю, вам понравится. Вперед! Ну что, давайте я вам покажу офис наш. Погнали! Значит, у нас получается вот эта часть, она была, по-моему, в 2000-е, потерял счет годам. В общем, вот это был самый первый наш офис, который мы, грубо говоря, не насосали, не напросили, заработали сами. Это тут ребята сидят, которые продают или чем занимаются? Да. Мы раньше здесь сидели вообще все вместе, айтишники, ребята, кто продают там и так далее. Сейчас весь третий этаж наш, там дальше посмотрим, там у нас получается, теперь только все, только селзы. А на втором этаже айтишники. Айтишников посмотрим сегодня, да, тоже? Да, тоже посмотрим. Ну, тяжело им работать, говорит, в наушниках все время сидим, а селзы же они звонят, орут как не знаю. Ну, это логично. Да, и все время он замечается. Вот у нас, кстати, кубок вот такой есть, называется «Доминируй властву», его получает лучший селс, который подключил в одном месяце несколько, там, ну, проект. Он переходит от стола к столу. Да, 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 к нему прилагается премия, кругленькая сумма, вот, не помню сколько, забыл. Вот, ну, и за него, говорится, все борются. И самое, что интересно, казалось бы, какие там бонусы, какие там маклады, зарплаты, за него они тут друг друга убивают, ну, некий такой спортивный интерес. Покажу вам финансы. Самая святая святых. Здесь у нас кабинет бухгалтерии, тут Екатерина бизнес-аналитик, здесь у нас Леночка, главный бухгалтер сидит. Вот, как-то все работают. А, ну, здесь еще и Чарльз сидят. Ну, вроде спокойненько все. Да, у вас так вообще. Дианочка, вот, с чеками, онлайн-чеками. Ну, да, все по 54-му ФЗ. Ну, пойдемте к Константину. Это у нас кабинет Константина. Это вот мой партнер, с кем мы все это придумали. Костя Ян. Дима. Костя. Мы в гостях у компании Cloud Payments. Что это такое, чем занимается, сейчас все расскажем. А со мной Константин. Константин у нас руководитель технического отдела, правильно назвал? Технический директор. Технический директор. И сооснователь компании. И сооснователь компании. То есть, я думаю, очень много интересного для вас будет. Сейчас зададим классные вопросы по поводу трудоустройства, технический стек и так далее. Но прежде всего, что такое Cloud Payments? В чем его фишка? Можно кратенько рассказать. Cloud Payments – компания, которая занимается обработкой платежей в интернете. Это процессный центр, это платежный сервис. История компании начинает с 13-го года, когда произошел такой переломный момент в истории мировой платежной индустрии. Появились на Западе интересные компании, такие как Stripe, такие как Brand Repayments. И немножко разрушили монополию всяких PayPal. Придумывали новые технологии. И я в тот момент работал в одной из компаний, где тоже были связаны с платежами. Вообще опыт работы в платежной сфере более 8 лет. И я все ждал, когда в России появится что-то подобное, но в России ничего не появлялось. В общем-то, пришло понимание, что нужно делать что-то самостоятельно, потому что момент может быть упущен. Мы встретились с Димой Спридоналом, это мой партнер. Раньше с ним работали в компании Robocamani. Потом разошлись, мы встретились, обговорили некоторые моменты, решили, что нужно что-то такое в России сделать подобное. Ударили по рукам, и с этого момента началась первая отправная точка для создания компании. Достаточно быстро мы нашли нашего инвестора Александра Айвазова. Это были английские инвестиции. Он нам дал некоторое количество денег. Мы создали компанию, и, например, с 2014 года начали разработку. За полгода сделали первую версию продукта. Это не было, как многие считают, копией страйпа, чем занимаются наши конкуренты. Это был просто некоторый апофеоз из всех технологий, из всех инструментов, из всех наших знаний, опыта, которые мы собрали на рынке за 8 лет. Посмотрели, что есть на Западе, посмотрели, что есть в России, посмотрели на какие-то перспективные разработки. Наши ноу-хау внедрили, изучили, подняли весь спектр более всех наших предыдущих клиентов на предыдущих местах работы. Со всеми проблемами, с которыми сталкивались. И построили продукт, который все эти проблемы решает. Вот, это IT-платформа, это софт, в первую очередь, это сервис, это люди, которые его поддерживают, которые обеспечивают клиентский сервис. И сделали продукт, сделали сервис, начали продавать. Компания достаточно динамично начала работать на российском рынке. За 2 года мы вышли на окупаемость. Еще через год наша компания обратила внимание банк Тинькофф. Вот, и с 17-го года компания, ну, 55% компании выкупил банк Тинькофф, так что мы сейчас уже не стартап, а часть банка. Круто, а Cloud Payments, вот эти все новые фишки, технологии, можно объяснить? То есть, я вижу платежную форму на сайте, я могу и так платить, чем она неудобна, чем ваша лучше? Всегда проблема во всех платежных формах и во всем сценарии платежей является в том, что, вот, есть четкие показатели конверсии, да, которые заключаются в том, что конверсии считается не от момента открытия платежной формы, а с того, что человек, трет-сервис, да, он вкладывает деньги в рекламу. Там где-нибудь на Яндексе, на Гугле откручивается какая-то реклама, человек, покупатель потенциальный видит рекламу, нажимает на ссылочку, переходит в магазин, с этого момента начинается отчет конверсии. Первое, что он в магазине делал, добрался ли он до корзины, не добрался до корзины, далее, если он добрался до корзины, оплатил ли он ее или не оплатил и так далее. Вот реклама, сколько это стоит денег, допустим, не знаю, тысяча рублей за клик, вы заплатили там миллион рублей, к вам пришло там тысяча человек, или их тысяча десять купили. То есть, ну, если не продаете там машины, то это очень низкие показатели конверсии, это реклама себя не окупает. Где люди отваливаются, на каких шагах? Они отваливаются, либо плохой там магазин, то есть там что-то непонятно, там что-то сложно. Там в рекламе написали одно, по факту показали другое, другую цену или какие-то другие условия, там представление товара и услуги. Далее, всегда есть проблема с то, что чем больше шагов, тем меньше конверсия. Идеально, если это один шаг, увидел, оплатил, получил. Ну, один шаг в плане того, что как минимум, минимальное количество форм. И наши платежные инструменты позволяют как раз снизить количество переходов, шагов, форм, новых экранов, где нужно что-то там. Новое видеть, визуально это воспринимать, это как-то понять, что с этим нужно делать. Вот. И наши платежные инструменты, они позволяют, во-первых, у нас два таких флагманских платежных форма. Либо это платежный виджет, который прямо на сайте нашего интернет-сервиса появляется, никуда его не уводят. Либо еще более прогрессивный продукт, мы его называем чекаут. Это когда платежная форма встраивается внутрь интернет-магазина, интернет-сервиса. А интернет-сервисы всегда любят встраивать платежную форму внутри себя. Точнее, хотят этого. Потому что все замеры конверсии говорят, что если нет дополнительного шага перехода на какой-то платежный сервис, то это работает лучше. Всегда есть возможность силами собственных разработчиков оптимизировать эту форму под различные мобильные устройства. Понятно, что все платежные сервисы все это делают, но они все равно что-то делают не так. Тем более, как владелец трет-сервиса какого-то, я свой сайт обвесил всякими метриками, которые оценивают. Там, чувак здесь ошибся, там он закрыл браузер, там он долго что-то делал, в итоге у него что-то не получилось. Я за всеми метриками слежу и оптимизирую. А платежный сервис, который сам по себе на своем хосте, он этого всего не видит. Если человек ушел туда, я этого всего не вижу. Поэтому я хочу, чтобы платежная форма была у меня, чтобы я видел, что человек правильно заполняет, неправильно, где ему сложно, где ему легко, и как быстро, и просто он может это сделать. Поэтому я хочу платежную форму строить себе, сделать ее в том виде, в котором я хочу, но для этого, по правилам платежных систем, нужно проходить большие длинные процедуры по безопасности. Потому что прием платежных данных, там Visa, Mastercard, SPK, требуют определенной, сложной, дорогой сертификации от всех сервисов, которые хотят себе эту форму устроить. И мы сделали инструмент, который позволяет строить платежную форму, при этом снизить требования по безопасности примерно 99%. Вот. Это все наши подарки от партнеров. Вот это нам выдал Оскар на день рождения компании Тинькофф. Олег Тинькофф подарил нам, значит, это Дмитрию Спиридонову. Так. А вот команда Cloud Payments. В номинации RVE. Все нормально? Да. Вот это наша самая-самая первая награда. Это мы только запустились, получается, 13 апреля на день рождения, да, и уже в декабре, в 14-м году мы уже получили самый лучший стартап года в номинации FinTech в России. Ну, это была такая маленькая победа. Это вот наш официальный талисман, вот эта собачка. Вот, его зовут Кэш. Казалось бы, Кэш занимаемся онлайн. Символично. Да, онлайн-платежами, а тут как-то зовут Кэш. Ну, трон из-за горе престолов, где мы фотографируемся с нашими любимыми партнерами и гостями нашего офиса. Вот, всем, как говорится, нравится. Немножко нефти стали запасаться. Запасы истощаются. У меня возникает сразу вопрос по поводу безопасности. Вот, пользователи, у которых есть определенная паранойя, что если они не видят вот классического редиректа на полностью, как бы, условно безопасную страницу банка, вот, а видят форму, встроенную в сайт, у них сразу может возникнуть какая-то степень недоверия. Тем более, если это техническая аудитория, технически подкованная, например, как у нас на сайте, продукт покупают программисты, они понимают, что они видят. Вот, как ты думаешь, не отпугнет ли их, или как вообще вот вы работаете с безопасностью? В первую очередь, люди доверяют неплатежным сервисам, люди доверяют тем магазинам, где они что-то покупают, тем интернет-сервисам. То есть, если я зашел на какой-то сайт, и я там начинаю покупку, то я уже им доверяю персональные данные, я уже там им доверяю то, что я отдам туда деньги, а мне какой-то товар или услугу предоставят. Вот, то есть, уровень доверия к сервису, он как бы вторичен, ну, то есть, в первую очередь, человек работает с магазином, да, и ему есть большое доверие. И, опять же, вот, если говорить о встроенной вот этой платежной форме, да, нашем чекауте, то это не каждый наш клиент может себе эту форму позволить, да, то есть, опять же, два, вот, виджет, да, и вот эта выстроенная форма. Вот, такие компании, которые там, мировые бренды, которым нельзя не доверять, люди знают, что вот, да, это компания, я ей могу доверить все. Да, то есть, там, не знаю, ну, мировые бренды, не будем еще называть, но и достаточно. С этим проблем нет. С точки зрения виджета, когда эта формочка всплывает, мы не видим в браузере, что вот эта вот зеленая полоска, cloud payments, в общем, ну, что там, или там, не знаю, PayPal, что-то там должно быть написано, к чему учили доверять, там, предыдущие, там, 10 лет все наши конкуренты. И в 14-м году, когда мы сделали продукт, мы сталкивались с тем, что нам люди писали, я не вижу, куда уходит моя платежная данная, я не вижу в браузере, там, какой-то полоски с надписью HTTPS. Вот, и долгое время мы поручали нашу аудиторию, потому что все равно это безопасно, потому что это мы, и потому что там все достаточно прозрачно. То есть, те разработчики, которые перед каждым, там, заполнением формы включают, там, девелопер-тулсы смотрят, куда это все уходит, они легко могут убедиться, откуда эта форма у нас, в самом деле, загружается и куда она отправляет данные. То есть, в этом проблем нет. А, как бы, вот эту вот общую паранойю рынка, два года мы работали с этими предубеждениями, и сейчас таких вопросов не возникает. То есть, паранойя рынка, имеется в виду клиентов, а паранойя банков, там, наверное, вообще другой уровень. Нет, у банков нет паранойи, у банков есть стандарты. А. И при выполнении стандартов безопасности никаких дополнительных вопросов не возникает. Вот этот вот сложенный аудит по безопасности, как он называется, PCI DSS, все, наверное, про него слышали, Payment Card and Dust, да, Security Standard, который обязывает все компании, которые хранят, передают, обрабатывают данные держателей карт, ну, вот номер карты и все такое. Все эти компании должны проходить этот аудит по безопасности и соблюдать требования, которые в этом старте прописаны. Их там порядка 320 штук, они достаточно конкретные, и выполнять их в меру сложно. Есть четыре уровня соответствия. Такие платежные сервисы, как мы, они проходят по самому сложному первому уровню. Компании, которые принимают на своей стороне, они проходят по самому низшему четвертому уровню. При этом там сам, собственно, процесс самого аудита нет внешней компании, есть только заполнение самоопросника о том, что некоторые пункты, некоторые требования выполняются. То есть компания сам себе проверила, заполнила, расписалась и документально где-то сохранила. Вот. С точки зрения безопасности, в среднем, если убрать категорию, скажем, IT, взять сфинансический портрет нашего покупателя российского, ему на безопасность совершенно плевать. Мы знаем ужасающие истории, в какие только формы люди не вводят свои данные карты. Все вот эти вот истории с фродом, с воровством, с утечкой платежной карты, они начинаются с того, что люди видят халяву. Когда где-то на форумах пишут, вот продаем билеты там за полцены, да, он там на сайте авиакомпании стоит 15 тысяч, мы продадим за 7. Все. Люди кликают по ссылке, у них напрочь отрубаются все сенсоры, которые учают за безопасность. Они делают любую ужасную форму, без ассоциальных сертификатов, без какого-то даже внятного дизайна или описания, кому она принадлежит. С каким-то дурацким доменом, который зарегистрирован вчера, и люди выносят туда свои платежные данные. Затем появляется какое-то окно, которое там типа Сбербанка просит ввести ваш одноразовый пароль. На самом деле эта форма совершенно не похожа на Сбербанк. Люди вносят туда пароль. За это форма сеть оператив, который тут же перебивает этот пароль и переводит деньги себе на карту. Я думаю, мы только что описали схему рабочую. Ребята, не надо этим пользоваться. Да, я рассказываю, не надо, а как, что бывает и от чего нужно защищаться. То есть, еще раз, в первую очередь это доверие к сервису, где вы оплачиваете. Потому что все эти зеленые полоски, все эти сертификаты, они покупаются, они настраиваются за один день. Любой фишинг возможен. Нет никакой 100% гарантии защиты. Вы смотрите на сайт, где вы оплачиваете, где вы совершаете операцию, не только платежную транзакцию, а в целом, где вы что-то покупаете. Дальше принимайте решение, стоит ли вообще с этим сервисом работать или не стоит. Ну, по сервисам я имею в виду комплекс, это интернет-магазин, это платежный сервис, неважно, явно он там беден находится или в неявном. Но, в первую очередь, вталкиваться нужно от доверия к бренду, с которым вы работаете. Хорошо, на самом деле у нас такой ликбез получился по безопасности. Ну, вообще надо, я это понимаю, пользователей учить, рассказывать, объяснять, как все это работает. Как-то так, это небольшая кухонка, ну, это игры здесь, аэрохоккей там и так далее. Это мы, по-моему, в конце уже, если я не ошибаюсь, 16 или 17, или 17-го годического вывода, да, по-моему, 16-го года в конце вот это помещение добрали его, значит, компания расширялась агрессивно, и мы начали, как говорится, нуждаться в площадях. А, вы соседей, по-моему, да, вы подвинули? Ну, пододвинули, да, пришлось устроить тут карточный домик для того, чтобы выселить арендаторов, чтобы отдали это помещение нам. Нас много. Тут коня убили, похоже. Ну, это единорога убили здесь. Вот. А тут кто у нас сидит? Труп спрятали. Здесь все СЛЗ у нас, здесь все менеджеры по продажам, руководители. В общем, вся сила продаж здесь. Вопрос тогда по поводу вашего IT-отдела. Мы немножко поговорили про безопасность, а вот сами технологии, какой технологичный стек у вас используется, на чем пишут программисты? У нас стек исторический от Microsoft, это C-Sharp, это .NET, и ранее был SQL Server в качестве баз данных. Вот. Почему такое? Ну, потому что предыдущий 10-летний опыт строился на этих технологиях. Они, может быть, там, в чем-то лучше, в чем-то хуже, но они точно позволяют быстро и качественно разворачивать практически любой продукт. Как-то веб, как-то какие-то сервисы, как-то там какой-то бэкэн, как фронтенд. То есть там полный стек для того, чтобы выдавать, там, какой-то с хорошим качеством в приемлемые сроки продукт. Причем это стоит не космических денег с точки зрения покупки лицензий. Вот. Фронтенд у нас, мы разделяем эти вещи, бэкэнд, фронтенд. Да, бэкэнд – это C-Sharp, которая крутится на .NET'овских серверах, в Microsoft серверах. Фронтенд – это чисто история с англором плюс, там, какой-то UI, который взаимодействует по вебапе с бэкэндом. Вот. Почему мы их разделяем? Потому что проще тестировать, проще разворачивать. Весь бэкэнд покрывается автоматическими тестами, которые тестируют всю бизнес-логику. Весь фронтенд покрывается тестами, которые просто там все это практикиуют. Это первое. Второе у нас… Пару слов про тесты, на чем они у вас. Какая платформа? Ну, вот если бэкэнд у нас на C-Sharp, да, там юнит-тестирование. У нас, не знаю, несколько тысяч тестов, которые перед каждой сборкой у нас автоматически прогоняются. Это тесты, которые проверяют внутреннее взаимодействие, это тесты про внешнее взаимодействие, тесты всего API, интеграционные тесты. Они там разворачивают и сворачивают базу данных, они там эмулируют различные тест-кейсы, там, в том числе и по безопасности. И после того, как все тесты отработали, мы это запускаем дальше по цепочке для того, чтобы нам выкатить какое-то обновление. Вот. В качестве базы данных у нас, ну, поскольку мы срокс-стэк был и сквозь сервер, но от него мы достаточно быстро оказались, пришли на много деби. Чему очень рады, потому что база данных просто фантастически здорово подходит к тому, чтобы хранить платежные транзакции. Потому что это документы, ну, то есть сама транзакция, это просто набор каких-то атрибутов, которые, там, от транзакции от транзакции отличаются процентов на 30. Это, ну, не то, что не формализовано, но не имеет смысла делать какие-то, там, справочники, все это раскладывать, все эти реляционные схемы делать. То есть вот то, что у вас учили в институте, третья нормальная форма, это все ересь, это нужно забыть и выкинуть полностью с вашей головы. Вернуться к первой форме или к нулевой форме и начать проектирование оттуда. Почему? Потому что, говоря о высоконагруженных сервисах, с масштабированием, всегда есть проблема производительности, масштабирование, как я уже сказал, изменение схемы. Если есть жесткая схема, то когда у вас будет, не знаю, там, миллион операций каждый день, то от этой жесткой схемы вы лучше никуда не идете. У вас шаг влево, шаг вправо и все, расстрел. То есть вы не сможете менять схему ваших данных, вы не сможете обновлять какие-то индексы, вы не сможете там добавлять какие-то поля или изменять. Точнее, это, конечно, можно, но нужно будет выключить целиком всю систему, в течение часа что-то поделать, потом и заново включить. Что совершенно неприемлемо для таких, как сказать, mission-critical систем, как у нас, как проведение платежей. Что такое час не проходит платежная транзакция? Это все, это просто бизнес-патеринка. Такие баз данных, ноус-коид баз данных, как MongoDB, как Cassandra, как RavenDB, они всю эту боль снимают, они работают намного быстрее, они позволяют вам очень гибко менять схему, да практически никакой схемы нет. Они позволяют вам перестраивать всю вашу базу данных практически на лету, без потери в производительности и без деградации какого-то сервиса. Вот, поэтому в качестве баз данных мы используем MongoDB. И еще у нас есть, как мы называем, это общая шина. Это обычный Redis, который у нас является некоторой синхронной такой штукой, которая как бы делает весь бэкграунд-процесс. То есть, что такое обработка платежа и вообще обработка, ну процедура, процесс обработки чего-либо. Есть онлайн-операции, которые нужно сделать, допустим, вот пришли платежные данные, карта, там сумма, с какого магазина, какие-то дополнительные атрибуты, касающиеся операции. Вот, их нужно что-то куда-то разложить, их нужно как-то проверить, их нужно отправить в платежную систему, получить подтверждение, что карточки можно снять деньги. Это все в режиме онлайн происходит, это последовательная цепочка. Дальше происходят оффлайн вещи, там нужно отправить e-mail, нужно сформировать кассовый чек, нужно там посчитать какую-то статистику, нужно отправить какие-то веб-хуки куда-то. Там порядка 20 функций, которые выполняются уже в режиме оффлайн. То есть, мы когда получили конечную онлайн-точку, мы отдали ответ, что все прекрасно, операция обработана, дальше все это засовывается в качестве команд каких-то через Redis, в Redis. А Redis рассылает своим подписчикам, Redis это замечательная штука, называется, ну не помню, называется, в общем, кто-то слушает, кто-то пуляет туда данные, кто-то слушает, их обрабатывает. И отдельные обработчики получают информацию, нужно отправить e-mail, нужно там какую-то статистику посчитать, нужно с этой операцией что-то сделать, нужно там смс-ку, нужно там кассовый чек, нужно там что-то в банке добавить на процедуру привести. Это все происходит в режиме оффлайн, ну в таком асинхронном режиме через Redis. То есть у нас, получается, подытоживая, есть фронт-энд, который чисто джаваскриптный, есть бэк-энд, который у нас на C-шарпе, есть основная база MongoDB, есть шина плюс кэш в виде Redis. Это у нас стэк. Что касается инфраструктуры, есть часть Windows серверов, есть часть Linux серверов. Конечно, мы в основном стараемся все, что можно посадить на Linux, посадить на Linux, потому что это дешево, точнее бесплатно. Дешево это Windows, бесплатно это Linux. Вот, поэтому бэк-энд с шарпом на Windows серверах, все остальное на Linux серверах. Достаточно стандартно есть Nginx, есть NIS, есть какие-то сервера с базой демок. Вот, инфраструктура находится в трех дата-центрах, они все в России. Сейчас планируем подключить четвертый отрыв в Москве, сейчас планируем разворачивать четвертый в Санкт-Петербурге. Вот, вообще, на зале нашей компании у нас была часть инфраструктуры в Мстердаме, потому что это было дешево, быстро, с точки зрения разворачивания инфраструктуры, в первую очередь, при безопасности. Но, вот, спустя три года мы полностью оттуда выехали, все развернули в Москве. Все дата-центры, они территориально расположены в разных местах, полностью задублированы, полностью там фейловер, балансинг, все это делается. И это не только с точки зрения выполнения законно-персональных данных, что все данные россиян должны храниться, обрабатываться в России, но и с точки зрения всяких геополитических рисков, с точки зрения некоторого сетевого лейтенси. Ну, понятно, что 40% нашей аудитории находится в Москве, и, не знаю, там, около 0% нашей аудитории находится в Мстердаме пока что. Поэтому практически вся инфраструктура, ну, чем вся инфраструктура находится в Москве, и у тебя скоро будет в Питере. Хорошо, а по поводу технологического стека очень подробно классно. По поводу самих программистов, то есть, как внутри отдела происходит коммуникация, вот, ну, там, условно, там, джуны, медлы, там, землиц. У нас есть руководители разработки, у нас есть ведущие разработчики, у нас есть, что называется, не ведущие разработчики. Совсем джуниоров у нас нет, не знаю почему. HR, кстати, сказал, что есть вакансии на джунов, это мы обсудим с ней уже. Да, мы пока не такая большая компания, мы не дорастлили в картинных университетах, но я думаю, что когда-нибудь дорастем, будем людей учить еще с третьего курса до джуниоров, дальше джуниоров прокачивая более профессиональные скиллы. Вот, вот настоящая урна из ритуального агентства под прах. Не буду говорить, с чьим прахом она стоит. Вот, наши мотивашки вот здесь вот. А, все потихоньку обустраивали. Вы как сами себе дизайнеры или привлекаете кого-то? Нет, у нас все, весь бред, который вы видите, или может быть не бред, да, там, для кого-то бред он кажется, мы все берем из головы. У нас очень талантливые коллеги, сотрудники, поэтому все сами. О, кстати, у нас же живет паук, пойдемте, я вам покажу, забыл. Зовут Маруся. Все сотрудники сидят в офисе, а Source у вас нет? Нет, не все сотрудники. У нас вот по технологическому страху, вот есть Front, есть Back, да. Есть еще мобильная разработка, я не понимаю, что я сказать. Вот, Back, то есть некоторое ядро, да, это всегда наши разработчики, которые в штате компании, которые находятся здесь. Front, мы достаточно часто даем на Source, у нас есть несколько компаний, с которыми мы достаточно долго работаем, только как сотрудничаем, вот, и они нам достаточно быстро и качественно делают какие-то вещи на фронте. Плюс есть мобильная разработка, у нас есть свой штатный сотрудник, он единственный удаленщик, вот, ну, Раль живет. Ну, и он нам какие-то задачи закрывает по нашему мобильному приложению для наших клиентов. А есть там смежные сопутствующие проекты, тоже в мобильной разработке, тоже мы отдаем на Source. То есть такого жесткого, что все должно быть в ринхаус, у нас нет. У нас есть, как бы, вот, деление на ядро, да, которое это, вот, ну, наши, там, нау-хау и все такое. Мы его никуда не отдаем, это только наша, наша разработка. А есть сопутствующие вещи, которые мы очень подаем на Source и считаем, что это классно. То есть, в принципе, никакого там табу на использовании отсорцеваться нет, наоборот, это очень здорово. Хорошо. В общем, дальше, наверное, буду говорить с HR, мы уже поговорим про то, как отбираются программисты в вашу команду. Есть что-то, что HR не знает, что нам важно знать про проггеров? Ну, не знаю, может быть, какие-то важные качества, которые, ну, помогут человеку остаться в команде, да? Или, или, наоборот, какие-то качества, после которых, ну, с человеком чаще всего прощаетесь? Сейчас можно немножко не в тему скажу? Вот, говорите с тобой о том, что, в том числе, видео смотрят молодые ребята, разработчики, может быть, там, еще, которые учатся в институте, и, там, дать им некоторые напутствия, может быть. Да, это именно то, что нужно. Вот, я бы вот очень четко сказал, ребята, есть такая тенденция, что из профессионального разработки люди хотят очень быстро уйти в какую-то менеджерскую тему. И, допустим, там, вот происходит процесс, человек отучился, потом поработал 3 года разработчика, только что-то тут освоил, чему-то научился, и дальше стремится перейти в менеджеры, руководить. И получается, что вместо хорошего специалиста, который мог бы, там, через 2-3 года еще получиться, появляется посредственный менеджер. И на этом практически карьера, скорее всего, остановится. То есть, из посредственного менеджера будет очень сложно превратиться, там, в топового посредственного менеджера. И, тем более, в хорошего топового менеджера. Вот, поэтому не стремитесь за менеджерской должностью, развивайтесь как специалисты, потому что программист, разработчик – это такая профессия, которая в ближайшие 50 лет, не знаю, может быть, 100, может быть, там, 50 миллионов лет, никогда не будет низкооплачиваемой или невостребованной. Когда вы выросли до специалиста очень хорошего уровня, когда вы знаете и теоретическую часть, и подходы, и технологии, и какую-то предметную область, цены вам на рынке точно не будет. А в менеджеры вы можете уйти всегда, когда вам это надоест. Но за 3 года я даже не представляю, что может случиться, что вам надоела разработка. Может, просто это уже не ваша. Вот, и есть еще такое заблуждение, что технологии меняются в IT очень быстро, и освоив одну технологию, нужно бежать освоить какую-то вторую технологию. То есть, это постоянно какая-то гонка, где нет даже возможности, там, не знаю, выдохнуть и спокойно поработать. Нужно постоянно, там, пришел с работы в 9 часов, и до 12 читаешь какую-то литературу. Ну, это, конечно, здорово, так и надо делать. Но технологии появляются очень быстро, исчезают достаточно тоже быстро. Но есть фундаментальные науки в IT, да, которые, там, освоив один раз, они помогают работать практически с любой технологией. А прикладная технология, как там эти функции вызываются, или как там эти индексы расстраиваются, она, это уже, понимаете, прикладная область, которая осваивается достаточно быстро. Тем более, чем больше, там, стек известной технологии, тем больше, с большей легкостью можно изучить какую-то новую. Поэтому, это, во-первых, не какая-то постоянная гонка на выживаемость, вовсе нет. А второе, это нужно быть специалистом, в первую очередь, классным, во вторую очередь, уже посредством менеджером. Это очень круто, очень интересно на пустыре. По поводу качеств, все-таки, личных, может, еще добавишь пару слов, очень интересно. То есть, ну, например, вчера общались в компании Агима, и там HR прям такую речь сказал, очень про софт-скиллы, прям, что, ну, это очень важно, что сейчас программисты страдают. Есть другое предположение, что, якобы, ну, программист главное, чтобы он был крутым специалистом, не важно, как он общается. Вот как у вас в команде устроено, насколько важны, насколько важны софт-скиллы? Или главное, чтобы хорошо подписано? Это, наверное, самый плохой вариант сотрудников, с которыми я имел дело. То есть, в первую очередь, должна быть ответственность, во вторую очередь, ну, какой-то профессионализм уже существующий и желание учиться, разбираться в чем-то новом во втором. Вот тут двое вещь я поставил. Относительно коммуникаций, ну, знаете, я бы так сказал, что кому-то это нужно больше, кому-то это нужно меньше. Если человек больше любит пообщаться, везде повзаимодействовать, принимать счастье в, там, осуждении различных проектов, у него одна роль в проекте. Если человек просто надевает наушники, говорит, просто не трогайте, я пишу код, да, ну, не отвлекайте. Ну, другая роль в проекте, но и те, и другие люди важны и нужны. Очень интересно. Хорошо, спасибо большое, было здорово послушать. Дальше пойдем к HR и уже какие-то еще нюансы с другой стороны послушаем. Приятное общение, спасибо. Пожалуйста. Ну, это у нас кто план продаж не выполняет, давайте сейчас на руки попробую ее взять. Блин, мне страшно. Ну, она полу ядовитая, там, она не сильно, как бы, там, так, если у кого аллергия, грубо говоря, есть. Перед увольнением. Ну, да, или кто план продаж не выполняет. Они, получается, вот, ее зовут Маруся, я всего 7 месяцев, это наша еще одна сотрудница, зовут Маруся. Блин, милая. Вот такой вот, значит, паучок. Ну, все держат котиков, собачек, а мы так что-то решили пойти по паучьему следу. Это этап проверки на стрессоустойчивость, на собеседование. Да, используем на собеседование. Кто не выполнил план продаж, мы берем, мы кидаем в лицо. Да, мы не вообще. Человек слепнет, потому что у нее волоски, они такие полу ядовитые. У нас просто каждый сотрудник по-своему успешен здесь в этой компании. У каждого есть свое хобби. Вот у нас есть такой сотрудник один, Дмитрий, по-моему, зовут Кормишин. Вот у него все вот эти ядовитые змеи, лягушки там, еще чего-то там и так далее. А еще у нас, знаете, есть что, оберег от мудаков. Дарим подарки нашим партнерам. Называется оберег от мудаков. Такая-то, значит, музыкальная шкатулка. Отсвящена в Вилоховской церкви. И люди говорят, что да, она работает. Да, здесь работаете с нами, рви ей, б***ь, а хули нам. Вот, можно ее так покрутить. Если к вам кто-то заходит, какой-то человек-мудак, начинаете при нем разговаривать и крутить. Человек уходит. Если не сработало, то паука достаем. Ну, да, то есть здесь очень много всяких реквизитов, там, от дубинок, гвоздей там и так далее, до всяких вот этих оберегов. Так, что, пойдемте на второй этаж? Погнали. Мы продолжаем общаться со специалистами Cloud Payments. У нас сейчас Таня. Привет. Привет. Таня HR-компании, и она собеседует программистов. И для нас с вами самое интересное узнать, кого же берут на работу, как берут, и всякие нюансики, да, чтобы вы могли трудоустроиться в компанию, где вам будет комфортно, и вы были полезны, соответственно, например, для Cloud Payments. Таня, давай сразу к делу. Какие у вас вакансии сейчас открыты, и вообще какие бывают? У нас открыты вакансии ведущего разработчика, открыты вакансии фронтендера, и два джуна нужны. Джуны тоже веб-разработка? Да, веб-разработка в любом случае. Расскажи про технологии. Какие требуются? То есть, там, JavaScript, я уже знаю, что у вас есть Angular. Что еще? Дотнет нужен. Ну, это основной стек. Хорошо. Самый такой, знаешь, частый вопрос. Ребята без опыта, есть действительно много талантливых, которые, допустим, прошли какие-то курсы по технологии, ну, что-то умеют, но опыта просто нет. То есть, там, нигде еще не работали. Таких вообще рассматривают, или у них нет шансов? Шансы всегда есть, особенно если есть мозги. Это важно. Раньше мы все время брали только опытных и уровней ведущих программистов, то сейчас уже готовы, как я говорю, минимум 2 джуна взять. Это связано с тем, что система разработки поставлена, хорошие уровни управления, и есть возможности и молодым талантом себя проявить. Хорошо. Почему молодые таланты должны выбрать именно вас? То есть, какие есть, там, привилегии, плюсы для работы, не знаю, там, гибкий рабочий день, там, безлимитный кофе, что еще? Ну, если коротко, то мы клевые, у нас клево. А если более подробно, то, да, 100% гибкий рабочий график. Мы не стоим с часами на входе, у нас не нужно ходить в костюмах, у нас не нужно совершенно напрягаться. И сделано абсолютно все, чтобы люди не отвлекались от рабочего процесса. Начиная от бесплатных обедов, когда ты спокойно идешь, ешь сколько тебе нужно, получаешь от этого удовольствие, дальше сытый, спокойно идешь на работу. Всегда есть наставники, люди, которые помогут, подскажут, расскажут. Это важно. Также очень важно то, что у нас приветствуется инициатива. То есть, если приходит молодой человек или девушка, чему мы очень рады, кстати, постоянно, то они могут рассказать, «Ребята, я вот знаю, как сделать лучше, я читал где-то или подсмотрел, давайте это внедрим». Если мы понимаем, что идея классная и здесь, и сейчас, или на перспективу, она даст пользу компании, то мы это делаем. И такие случаи бывают повсеместно. Мне кажется, сейчас людям очень важно чувствовать свою значимость. Классно. Как происходит прием в компанию? Это тестовое задание или это предварительный какой-то отсек? Вот, допустим, придет тебе резюме от наших выпускников, лофт-скул, допустим. Мы там, по-моему, вышли от личников. Что ты будешь дальше делать? Ты будешь смотреть на их резюме и сразу говорить так, вот этот человек, его точно не берем, потому что у него в резюме то-то. Как это происходит? Дальше я иду к Максу, это руководитель группы разработки, и говорю, Макс, давай смотреть. Мы садимся, смотрим, и после этого выбираем пул резюме, который нам интересен. Дальше я связываюсь и договариваемся о встрече. Это будет либо скайп-встреча, либо очная встреча в офисе, если удобно будет человеку приехать. Ну, то есть любой формат. После этого общается группа разработки в любом составе, но в любом случае руководитель группы присутствует. Я присутствую, также задаю какие-то общие вопросы, мотивация, что нужно, что нравится, обсуждаем перспективы развития. После этого небольшое тестовое задание прямо здесь и сейчас написать код, проверить код. Ну, там разные в зависимости от уровня. И мы можем делать оффер. Хорошо. А есть на этапе все-таки первом, когда человек в резюме прислал, какие-то триггеры, которые сразу говорят о том, что человек вам не подходит? Мы очень гибкая компания и не знаю на самом деле. Ну, может быть, если в резюме куча ошибок. Я на это обращаю внимание. То есть если человек в слове еще как в анекдоте делает 4 ошибки, это странно. Особенно если он на должность программиста идет к нам. Не знаю, есть какие-то странные вещи о себе начинают писать, что, не знаю, там, постоянно бухаю, поэтому на работе буду нечасто. Зато честно. Да, честно. Пометила, честный. Остальные хотя бы то же самое делают, но... Ну, это не совсем формат нашей компании. Есть какие-то вещи, которые, да, стопроцентно подходят. Мы там за юмор, мы за какой-то степ. И здорово, если резюме она составлена более неформально, то есть можно еще человека прочувствовать. Это важно. Да, это действительно важно и очень многие... То есть некоторые люди слишком официально заставляют, потому что они не понимают, например, в какую компанию идут. Приведу пример, то есть про вашу компанию я уже более-менее знал, то есть я видел какие-то ролики на ютюбе, даже там на ваш фейсбук заходил, убирал там у вас какие-то приколы. То есть сразу понятно, что вот в такую компанию имеет смысл составить резюме, ну, скажем так, чуть более неформально, да, чем если бы я отсылал там какую-нибудь госкорпорацию строгую. Да, поэтому, наверное, справедливо было бы еще такое дать пожелание. Ребята, когда отправляете резюме, ну, не шлите везде одно и то же, вы хотя бы посмотрите, ну, в какую компанию вы идете, да, и, во-первых, поймете, подходит ли это вам, и, во-вторых, в соответствии еще будете слать резюме. Не делайте ошибок, и есть шанс попасть на собеседование. Хорошо, очень интересный момент был про живой код, типа написать код. Как это происходит? Вы даете ноутбук или листок бумаги? Раньше мы давали листок бумаги с ручкой. Это жестко. Да. Вот, после этого мы поняли, что мы эти компании, прогресс шел далеко, и стали приносить на интервью ноутбуки. Ага. То есть открывается редактор кода, пиши. Да. А не происходит у человека в этот момент сердечный приступ, я просто понимаю, что многие волнуются, вот, и, ну, типа, может быть, и неплохо пишут код, но это очень большой стресс. Чтобы люди не волновались, это основная моя задача на интервью, именно поэтому всегда присутствую я, чтобы, если я понимаю, что человек не может раскрыться, ну, вот, все, зажался он, я там начинаю шутить, я начинаю рассказывать, что, чувак, расслабься, мы такие же люди, там, не знаю, давайте виски нальем, только, ну, давай сделаем что-то, чтобы ты успокоился, и мы могли спокойную встречу провести, чтобы мы поняли, насколько ты нам интересен, и ты понял, насколько тебе здесь интересно. Классно. Хорошо. Спускаемся в Мордор. Здесь у нас святая святых, айтишники наши замечательные, разработчики. вот, это я не помню, что-то мы выполнили план, что-то там или перевыполнили, подарили сотрудникам теннисный стол, здесь можно отвлечься от работы и немножко поиграть. Вот здесь у нас все сидят разработчики вместе с отделом маркетинга и рекламы. Разработчики. пишут на стенах все и списали, слава богу, что на этих стенах еще не пишут. Я маркетолог. Маркетолог. Не, у нас очень специфичный маркетолог. Вся в Татушках, Гауди там. Я же говорю, у нас все талантливые люди, да? О, круто. Вся реклама и маркетинг это вот у нас вот две девочки сидят. Жгут и рвут, рви и башут. Наши дорогие айтишники, программисты. Все вон ведут здоровый образ жизни. Здесь у нас отдел саппорта. О, господи. Вы что, тоже животное завели? Я даже не знал. Вот это вот называется фискальный накопитель. В рамках 54-го ФЗ он вставляется в онлайн-кассу. Это то, что обязательно всем. То есть бить чеки надо. Ну, то, что как это за что отвечает фигнюшка? Ну, там появляется все данное жиро. Да, данное о чеках, потом там что-то передается в налоговую. Ну, я как гуманитарий не разбираюсь в эти все фигни. О, вот эту картину мы когда ездили в Казахстан презентовать. Мы же первые в Казахстане предоставили инструмент Google Pay. Вот, и нам подарил один из партнеров вот эту картину. Что примечательно, она выполнена из волос коня. То есть, полностью. Очень прикольно получается. Прикольно. Немножко пойдем дальше. Испытательный срок. Есть ли, бывали ли истории, когда человек не проходил испытательный срок и вы были вынуждены с ним проститься. Почему? Если это было? Такого не было ни разу. Все люди проходили испытательный срок. По статистике, процентов 80-го проходит досрочно, потому что есть определенные полузадачи, и на основании выполнения этих задач мы оценены, подходит нам человек или нет. В основном, да, досрочно, месяц, полтора, два, значения не имеет. Хорошо, значит, вы достаточно неплохо фильтруете людей, раз так все удачно. Какие бывают проблемы все-таки взаимодействия внутри команды, или ты этим уже не занимаешься? то есть, пришел новый человек, какой-то же период адаптации? Да, 100% в период адаптации, но это мое личное мнение, что в основном эти люди, они люди в себе, то есть, они тяжело выражают эмоции, они очень сложно выходят на разговор о том, что можно сделать лучше, что тебе не так, давай там поговорим, исправим, там может быть, со стороны компании есть какие-то штуки, которые можно улучшить, или тебе где-то некомфортно. И вот основная задача вытянуть именно на этот разговор, как сделать, чтобы тебе было хорошо, если есть что-то не так. Команда у нас небольшая, поэтому все вопросы и коммуникации, они здесь сейчас, то есть, вышла какая-то тема, все собрались, обсудили, успокоились, пошли дальше. Это очень здорово, ну, в целом, подведя итог, скажу, что у вас была такая достаточно уютная, приятная атмосфера в компании, очень дружелюбная, кстати, очень много девушек, что приятно. Разработчиков в том числе. Даже когда мы спустились в разработку, там половина, по-моему, девушек, это клево. Вот, ну, и чувствуется дружелюбность в целом атмосферы, поэтому, думаю, проблем не будет. Ну, и заключительный вопрос, если прямо сейчас кто-то из наших ребят, зрителей, программистов ищет работу и хочет с тобой связаться, как это лучше сделать? Я есть на фейсбуке, Татьяна Афонина, компания Cloud Payments, все легко гуглиться, в конце концов, мы разработчиков ищем. Таня, Таня, готовься, будет очень большой поток. Хорошо, спасибо тебе большое. Ребят, не тормозите, если вы чувствуете, что вам компания понравилась, интересно, связывайтесь с Таней и у вас все получится. Таня, от тебя какое-то пожелание, наверное, молодым ребятам, которые только планируют строить карьеру в IT, которые вообще не знают, как это все устроено, вообще не представляют. Мы специально для них снимаем экскурсии, но они все еще не верят, они думают, что какая-то подстава, может быть, какой-то скучный офис, где ты будешь сидеть, там учиться. О чем вам стоит задуматься? Просто какое-то любое пожелание от тебя. Я думаю, что каждому человеку стоит задуматься о том, что он на самом деле хочет, потому что очень многие следуют шаблонам и всему остальному, что ой, мне важна только зарплата или ой, мне важно только-только это. Мы даем абсолютно все. Вот у человека есть мотивация на это? Ок, мы тебе закроем этот формат, главное, чтобы ты делал то, что тебе нравится, и ты это делал эффективно и с душой. Вот в этом случае все получится. Поэтому не врите себе, выбирайте работу по душе. Круто. Спасибо, ребят, за просмотр. Ставим лайк. Всем пока. Пока. Ребят, ну что ж, видео подошло к концу. Большое вам спасибо за внимание. Если вы досмотрели до конца, обязательно отпишитесь внизу в комментариях. Для меня это будет важно и полезно понимать, что не зря съездил в Москву. Также ставьте лайк, поддержите наше такое начинание. Если мы увидим, что такой контент востребован, мы и дальше будем ездить, снимать, напрашиваться в гости или кто-то нас может пригласить сам. Все это полезно, интересно. Будем ловить для вас HR-ов. Все для того, чтобы вы хорошо трудоустраивались. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на все наши социалки. Вступайте в телеграм-канал. Пока. Пока. Пока.